Республиканцы запросили у ГАЗДЕПа материалы о деятельности Байдена. Республиканцы запросили у ГАЗДЕПа материалы о деятельности Байдена 4.11.08.2019 года. AP Photo, Matt Rock, Biden. AP Photo, Matt Rock, Joe Biden. Москва, 8.00 Ария Новости. Сенаторы республиканца Рон Джонсон и Чарльз Грасли запросили у ГАЗДЕПа материалы, касающиеся деятельности Джо Байдена на посту вице-президента США и его сына Хантера на украинском направлении. В открытом письме, адресованном Помпио, законодатели ссылаются на опубликованные электронные письма, согласно которым консалтинговая фирма «Боризма» использовала роль Хантера Байдена в Совете директоров компании, чтобы получить доступ и потенциально влиять на дело в ГАЗДЕПАРТАМЕНТЕ. Республиканцы также обращаются к материалам журнала «Таймс». По данным которого ряд представителей ГАЗДЕПА выражали озабоченность работы Байдена-младшего в компании «Боризма». По их мнению, этот факт мог осложнить дипломатическую деятельность на украинском направлении бывшего тогда вице-президентом Джо Байдена. «Чтобы лучше понять, какие действия предпринимала администрация, Барака, Обамы, чтобы решения по Украине и Боризма не были зависимы от трудоустройства и финансовых интересов членов семьи, «Просим предоставить нам соответствующую информацию не позднее 20 ноября 2019 года», заявляют сенаторы-республиканцы в своем письме. 31 октября, 18.56 акценты песен Каспета. Как «Твиттер» расстроил Трампа и порадовал Байдена. «Твиттер» начирикал новость, которая возбудила некоторых видных персон. А все потому, что не будет больше на страницах соцсети политической рекламы. Это заявление сразу разворошило политическую трясину в США. Ранее демократы начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании «Боризма». В Совете директоров, в которой работал сын Байдена Хантер, Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины изучить дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией. Согласно процедуре импичмента, с начала расследования проводит Палата представителей, где сейчас большинство мест у демократов. По итогам расследования будут сформулированы формальные обвинения, по которым пройдет голосование. Если импичмент получит поддержку большинства, процесс перейдет в Сенат. Большинство мест в Сенате на данный момент у республиканцев. 31 октября, 18.51 РИА Новости Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа.